Давайте поговорим про мел. Все-таки это один из базовых инструментов в нашем ремесле в росписи стен. У меня все сухие мелки хранятся в коробке сухой пастели, которую подарила мне однажды старшая дочь. В коробке почти не осталось родных мелков, я постоянно докупаю и подкладываю новые цвета вместо использованных. Такие деревянные коробки довольно дорогие, но для профессиональной работы они просто незаменимые. Основной прием в работе с сухим цветом – это размазывание самого вещества. В этом процессе есть, наверное, главное отличие от других способов росписи. Когда у тебя в руках мелки, то ты имеешь дело прямо с цветом. Ты рисуешь не кисточкой, не маркером, то есть не палочкой, не трубочкой, а напрямую самим веществом цвета, без посредников. И когда размазываешь цвет, то уже на этом этапе можно делать и градиенты, и текстурные мазки. И не имеет значения цветные мелки у тебя или только один оттенок, например, белый или сепия. Ну и, конечно, не последнее место занимает традиция, ведь сухой мел – это классика росписи грифельных досок в барах и питейных заведениях. В этой работе в росписи пивного магазина нужны были большие формы, поэтому сразу специально поставили условие – работать с сухим мелом. Я старался выбирать места, наиболее защищенные от попадания воды или случайных брызг, поэтому вы наверняка заметили, что многие картинки расположены в верхней части стен почти у самого потолка. Вот такая забавная работа с традиционным сухим мелом, сухой пастелью по грифельным доскам.